Всем привет! Сегодня в этом видео хочу рассказать про цены в Аргентине. Походим по магазинам, прогуляемся, покажу цены на продукты, сколько стоит проезд на метро. В общем, приятного просмотра. Погнали! Вышли к обелиску, который находится прямо в центре города. Сейчас пойдем туда, посмотрим, какие магазины там есть, что-нибудь подснимем. Когда выходные, все улицы закрыты, никого нету, но на этой улице всегда куча людей. Вот сколько бы я тут не был, тут всегда куча людей. Вот сейчас пойдем, наверное, куда-нибудь в ту сторону. Кстати, по поводу магазинов. У них тут практически нигде нету магазинов, к которым мы привыкли. Там Zara, Uniqlo, H&M. Они есть, но их тут прямо на улицах очень мало. У них все местное производство, у них местные магазины, все аргентинское. И на улицах прям очень редко встретишь какой-нибудь знакомый магазин, обычно всякие вот такие сабрины и тому подобное. Но, насколько я знаю, там хорошую одежду делают. Ты увидели кучу людей, которые идут просто по дороге, и дорога перекрыта. Мы идем туда, чтобы посмотреть, что там было. Реально так максимально необычно, просто по дороге идем в центре города. Последний раз, когда мы ездили на метро, оно стоило 6 рублей примерно. 6 или около 7 рублей. Это даже не сравнится с нашим питерским метро. Когда мы последний раз были в Питере, мы отдавали 70, по-моему, или 60, что-то такое. Не помню точно. Но так или иначе, если у нас, например, красный сигнал светофора, то никто не переходит улицу, все стоят, ждут, но в основном. А здесь у них, с учетом того, что в городе, ну, односторонние движения вообще по всему городу, то они стараются переходить вообще любые красные светофоры, если видят, что нет машин. То есть мы даже уже привыкли спустя, ну, сколько там, 2 месяца, что если красный сигнал светофора, но нет машин, можно спокойно переходить дорогу вообще без всяких проблем. Да, вот меня так удивляет, что весь город у них односторонние движения. Покажу, пожалуйста, весь город. Вот, я говорю, что везде односторонние движения, но везде односторонние. Везде машины едут только в одну сторону. Вот мы, в общем, дошли уже до Кота. Они есть в каждом районе, это очень популярный тут супермаркет. Поэтому мы сейчас зайдем, посмотрим, сколько там что стоит. Примерно мясо стоит в районе за килограмм где-то все, 100-150, где-то иногда 200 рублей, просто если будет потяжелее. Молоко тут стоит примерно 365 песо. Какое-то стоит немножко подороже, где-то 500. Вот, в общем, куриные наггетсы всякие за 1000 песо. Это где-то 150-160 рублей филе. Вот за филе 2-300 песо. За грудку 1500 песо. Не знаю, по-моему, в России курица всегда дешевле стоит, но здесь почему-то нет. Вот яйца за 521 песо, 6 штук. У них тут так устроено, что в супермаркеты ходят, просто набирают на неделю условно. И им выгодно, потому что постоянно всякие скидки. Но в основном, если людям нужно что-то быстро купить, на вечер покушать, то они просто берут в небольших магазинчиках, около дома закупаются. И там выходит все намного дешевле, чем в супермаркете закупаться. Поэтому они обычно просто огромные корзины закупаются. Ну, как и в Америке, мне кажется. Они просто огромные корзины закупают на неделю, там, на две. И потом не ходят в магазин практически. Ну, либо выходят в эти маленькие магазины, если нужно что-то там срочно купить. Я вообще не особо понимаю, куда мы попали. Какой-то праздник происходит, что-то все радуются, кричат, что-то с флагами ходят. Кто-то там поет на сцене. Вообще пока непонятно. Я не знал, у них праздник или что, но gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ну, brasa, gracias. Я не знал, у них праздник или что, но они просто перекрыли главную какую-то улицу огромную в городе и просто успевали себе какую-то тусовку для всех. Мы нашли тут какой-то концерт или что? Непонятно. Еще бы что-то понимать хотя бы, было бы интересно. Мы прочитали, у них завтра день независимости. Может быть, это праздник готовится к этому? Нет, здесь какая-то жесткая тусовка. Я не понимаю, что все эти люди. Еще что мне тут очень сильно у них нравится, у них, короче, есть всякие сыры, колбасы, это все на развес. Мне прям все это очень сильно нравится, потому что это можно брать не огромный сыр, а если, допустим, хочешь просто на вечер что-нибудь перекусить, то получается очень выгодно. Ну, это кому интересно, здесь этого вообще прям супер много, все это покупают, всем очень нравится. Короче, да, где-то одна бутылка такая, два, сколько тут литров еще? 1,75, да, почти 2 литра, 500 песо также делим на 6, ну, как и у нас, наверное, примерно как и везде, я думаю, она стоит вот эти вот сачки. Это тоже, кстати, кола, но это нормальный классный сок, который просто свежевыжатый за 230 песо, но это прям очень дешево, мне кажется, для сока. Здесь его хлеб стоит очень дорого, максимально очень невкусный. Я сколько раз не пробовал, мне вообще ни один хлеб не понравился, поэтому не знаю, почему так, если вы знаете, напишите. Вот мы, в общем, дошли до всяких макарон и тому подобное, они здесь очень дешевые, и, как мы почитали, они все делаются на одних и тех же фабриках, просто разные упаковки, но плюс-минус стоят по одинаковому, недорого. Это типа не наши дошираки, какие-то паста-боксы, всякие сальса, роса, я не знаю, нормально это или нет, но по ощущениям, как будто выглядят не очень. Не знаю, короче, я скучаю по бигланчам, по доширакам, и это очень грустно. Так они еще и стоят, нифига себе, они еще и стоят больше 100 рублей за такую упаковочку, да, понятно. Кому интересно, кстати, энергетики тут стоят очень дешево, очень дешево, не знаю почему, но за большую банку энергетика можно отдать там всего лишь условных там 50, 60, 70 рублей. Опять же, эти цены, они могут быть немного выше, нежели в каких-то маленьких магазинах, но я просто покажу и посмотрите. Вот, например, какие-то небольшие, не знаю, что это, соковыжималки или что это? Я, короче, не разбираюсь, но, наверное, что-то из этого, да. Вот, какие-то небольшие телевизоры, но я видел прям в три раза точно дешевле в небольших магазинах, поэтому мне кажется, что это дороговато за такие небольшие телевизоры, это типа 200 долларов, там по 20, около 20 тысяч, наверное. Да, на самом деле здесь в воде электроники немного чего-то интересного всего. О, утюги, утюги, 18 тысяч, 25 тысяч, 20 тысяч, 23, 17, это что такое? А, это машинка. 24 марта. Субтитры сделал DimaTorzok